Жаркая погода, установившаяся на курорте, приносит далеко не позитивные итоги. Во время планерного совещания на прошедшей неделе Анатолий Пахомов дал распоряжение главам всех районов ИСПА службам ответственно подойти к этому вопросу. Тем не менее, на ряде улиц, особенно в Амеретинской низменности, далеко не зеленые лужайки, а скошенная и пожелтевшая трава. Работу по пожаробезопасности и вовсе не провели руководители ряда сельских хозяйств. Минувшим вечером в Учдере горела чайная плантация. Более того, по итогам проведенной мэрии проверки отличился и совхоз «Восход». На его территории были обнаружены емкости с горючим. Доработки требуются со стороны РЖД. Внешний облик и санитарное состояние всех железнодорожных станций курорта в неудовлетворительном состоянии. В Лазаревском отсутствуют пандусы и неперестроенные платформы. А в Адлере и на основной станции Сочи мусор и стихийная торговля. Сотрудники РЖД утверждают, проведут субботник и решат вопрос с маленькими кафе. «Нам нужен результат. И рассказывать о том, что мы везде написали, чтобы у нас не курили, а у нас курят, ну это расписываться в собственном бессиле». «Мы признаем, там есть наши упущения. И я вам гарантирую, что в субботу будет проведен финальный субботник». Подняли на планерном совещании тему инвентаризации коллекторов и хозяйственных фекальных канализаций на территории Сочи. Большинство сетей принадлежат коммерческому предприятию «Сочи-водоканал». Сейчас идет совместная проверка, где чьи трубы. После согласования актов обследования с этим предприятием все документы будут переданы в департамент городского хозяйства. Есть и бесхозные коллекторы и задачи департамента принять их на свой баланс. «Сети передаются, все нормально, как только где-то отключение идет чего-то. Говорят, мы не едем туда, по той самой причине это не наши сети. Ну бред какой-то. Поэтому я считаю, что продолжайте эту работу. Естественно, Хостинскому и Центральному району надо поднажать. Надо все, что брошенное, сделать нашим муниципальным. Согласны. А вы должны мне докладывать». Традиционным итогом планерного совещания стало рассмотрение выполнений поручений главы города. В частности, Анатолия Пахомова интересовала организация дорожного движения в Лазаревском районе. Вести ремонт асфальтового полотна в пик сезона неприемлемо, отметил градоначальник и поручил главе района активно включиться в совместную работу с инспекцией ДПС.